Отправляясь в аптеку с рецептом врача, не забудьте заглянуть в энциклопедию. Новое правило выписки лекарств ставят в тупик даже фармацевтов. Как понять, чем лечиться, чтобы не покалечиться, выяснила Людмила Чепурных. Скажите, вам выписать лекарственные препараты на приобретение обезболивающих противовоспалительных? Я думаю, да, надо. Татьяна Шипилова все еще привыкает заполнять рецепты по новым правилам. Теперь в списке не названий готовых лекарств, а их химический состав. Так, например, вместо обычного анальгина врачи пишут анальгиум, вместо мизима – панкреатин. Каждый рабочий день терапевтов – экзамен на знание латыни и фармакологии. Конечно, сложные препараты, содержащие много лекарственных веществ, в одной таблеточке, так скажем, приходится где-то что-то подглядывать. Но они тоже, существуют определенные правила выписки этих препаратов. Ломать голову над тем, какие именно лекарства прячутся за странными латинскими названиями, теперь приходится и пациентам. К примеру, не все знают, что дратавирин и ножпа, по сути, одно и то же. Ничего не говорят, не в курсе делал, не знаю, что такое. Откуда, если я первый раз слышу, где мне витрин или как-то? Если вы скажете ножпу, вы сказали ножпу, я слышал. Ну, ножпу знаю, да, у меня жена пользовалась им много лет. А это что, вместо него ножпу этот, димитрин этот? Знания дают права выбора. Фармацевт может предложить перечень подходящих лекарств. Однако последнее слово все равно за пациентом. Правда, найти все аналогичные препараты в одном месте получается далеко не всегда. Списки лекарств в компьютерных базах аптек формируются не по составу, а по названиям. Специалисты посчитали, с вводом новых рецептов только 30% пациентов перешли с дорогих лекарств на дешевые. Многие приходят и говорят, дайте нам ножпу. То есть, и когда предлагаешь, например, дротоверин, то есть действующее вещество ножпы это дротоверин, некоторые не хотят брать, хотя препарат дешевле. Кстати, правила продажи изменились не только в отношении лекарств. Медицинские товары, такие как клизмы и шприцы, теперь тоже не отпускают без рецепта. Если пациенту требуется изделие медицинского назначения, он должен обратиться к доктору, доктор ему выписывает рецепт. Единственное, что мне кажется, это, во-первых, на сиротопорядок, и плюс то, что если люди, страдающие хроническими заболеваниями, имеют возможность выписать рецепт, срок действия которого до одного года. Пока продажа лекарств и медицинских товаров не по правилам лежит на совести врачей и фармацевтов. Однако к январю в Минздраве обещают подготовить проект закона, позволяющего наказывать нарушителей. Людмила Чапурных, Павел Михайловский, Владимир Кондратьев. Сибунфобюро.